В общем, назвали мы эту тему сокровища пиратского сундука, потому что речь пойдет об украшениях, посвященных морю и морякам. Морская тема в украшениях используется очень широко. Изначально люди украшали себя всем, что выбрасывало на берег море. Прежде всего, это, конечно, изумительные красоты ракушки, камни, камушки, окатанные морем, потому что море всегда превосходно обкатывает самые острые камни и придает им совершенно необычную красоту. Кроме всего прочего, это и красивые водоросли, и какие-то мелкие морские животные, типа морских ежей. Во всяком случае, еще с древних времен люди украшали себя какими-то предметами, имеющими отношение к морю и к морским обитателям. А позднее целое романтическое направление было связано с морскими путешествиями, морскими приключениями и, конечно, с самым романтичным таким направлением морских разбойников, то есть пират. Вот здесь мы видим брошь фирмы Трифари, которая так и называется «Сокровище пиратского сундука». Видите, она изображает из себя открытый сундук, ящик такой, морской сундук, или рондук его еще называют. И там якобы украшения и жемчуг, и какие-то камни, но в действительности это стразы. И внизу прикреплена к этому сундуку морская звезда, символ романтики дальних странствий. Парусные корабли сами по себе тоже являлись украшениями многократно, поскольку, ну, я не помню, кто это сказал, но нет ничего более красивого и романтичного, чем парусный корабль под всеми парусами. Это, наверное, правда. Что всегда сопровождает всем известного одноногого пирата из острова Сокровища или многочисленных романов Джонефа Конрада и других морских писателей? Это попугай. Это самая морская птица. Все знают легенду о Христофоре Колумбе, когда команда уже отчаялась, заканчивалась пресная вода, и вдруг на мачту судна корабля сел попугай. И они поняли, что земля недалеко, потому что попугай – это не морская птица, и далеко от леса он не летит. То есть, если он прилетел на мачту корабля, значит, недалеко земля. Это украшение фирмы Юникрафт. Я не нашла практически никакой информации об этой фирме. Вещь очень старая. Это, конечно, где-то 30-е годы. Внизу крупно указано климат Юникрафт и стерлинг. То есть, это стерлинговый металл. Каковы наши ювелиры не признают серебро, поскольку в те времена не ставили пробу. Вот в России, поскольку мы золото и серебродобывающая страна, у нас пробу ставили изначально, всегда. В Америке пробу не ставили. И даже в Мексике, каковая тоже является серебродобывающей страной, пробу долгое время не ставили. Вот тематика морских украшений продолжается известной фирмой Трифари. Вообще, у Трифари, мы будем сейчас много об этом говорить, целая серия, которая называется «Анде-Зе-Це», то есть «Подводная жизнь», «Подводный мир». Вот здесь такая фантазия на тему водорослей и раковин. Обычный брошированный металл с мелким паве, искусственным жемчугом и синими бусинами. Вещь несложная, это 60-е годы, но, однако, такая в очень морском направлении. А это такая блистательная брошь фирмы «Айзенберг», тоже стерлинговый металл, мелкая паве и синие стразы. Она не напрямую связана с морем, но все-таки, мне кажется, пробуждает уже какие-то ассоциативные связи именно с морскими изделиями. Ну, это, конечно, традиционный и самый популярный мотив относительно морских приключений – это раковина. Раковина всегда символ моря. Она несет в себе память о море, о дальних странах, о путешествиях. Ну, и все в детстве, кто жил на берегу моря, собирали ракушки. Но эта ракушка, к тому же, еще металлическая и украшена стразами. Это шартлен, то есть брошь, состоящая из двух частей. Здесь крепится она двумя цепями. С одной стороны брошь, изображающая фрагмент кораллового рифа. С ремчужинами. А с другой стороны, это маленькая рыбка с паве и кабошоном красным на месте глаз. Очень изящная, элегантная вещь. Еще одна тема морских украшений – это морские коньки. Ну, кто видел их в жизни, они в действительности такое существо невероятное. Кажется, что оно не создано природой, а создано руками человека. Настолько это сложное и хорошо организованное животное, скажем так. Здесь обе броши крепятся на длинные водоросли, тоже металлизированные, с перламутровыми бусинами, и брюшки или животик у них из пластика джелли-белли. Я не знаю, морской пират это или нет. Это стерлинговая брошь, изображающая человека в шляпе самых популярных таких брошей, 17-18-19 века. А это морская звезда, причем очень достоверно изображенная. Посмотрите, у нее, видите, морские звезды, они не гладкие. У них тоже присоски, как они передвигаются. И вот здесь сформированы несколько видов кабошонов, прозрачные, жемчужные и мелкие голубые, которые создают такой трехмерный рельеф этой броши. Лошадь я здесь поставила просто для подчеркивания темы морских коньков, что у них общего. Это лошадка стерлинговая, спа-бет. А вот морской конек фирмы Трифари 60-х годов. Это уже не джелли-белли, это белый пластик и брошированный золотистый металл. Это тоже изделие фирмы Трифари, поскольку у них тема морская была очень популярна. Это знаменитый комплект «Морские звезды». Он существует в синем и зеленом варианте. Прозрачный юцид, джелли-белли, синего цвета. Это браслет. Такое же есть колье и клипсы. А вот реклама фирмы Castle Cliff. Фирма эта не из самых знаменитых, но тем не менее меня привлекла эта реклама просто потому, что она полностью посвящена украшениям в стиле морской тематики. Видите, тут всевозможные раковины, причем именно в том виде, в каком они встречаются в природе. То есть такие грузы, гроздья этих раковин. Это очень редкое украшение. Конечно, фантазийное, потому что изображает из себя морского льва в таком ювелирном представлении. То есть голова у него львиная, а дальше начинается раковина. Здесь искусственный жарчик, эмаль, стразы и крупный кабошон, тоже обтянутый материал, как пленка, искусственного жарчика. А вот пошли пираты. Потому что, как это ни странно, еще до всяких пиратов Каримского моря ювелирные компании изготавливали украшения, изображающие морских разбойников. Вот такого разбойника мы здесь видим. Он такой сильно вооруженный. У него в одной руке кинжал, другой нож. Пояс его украшен стразами. И даже очень художественно тут видны его морские широкие штаны, сильно ободранные внизу. Вообще, моряки носили такие очень широкие шаровары. Но после моста сокровища мы прекрасно знаем, как они выглядят. А это тоже такой разбойник в треуголке, на которой изображен символ пиратской жизни, черепы, кости для устрашения. Но тут немножко смешно, потому что он еще и при ипполитах, что являлось частью только военного морского костюма, тоже в сапогах под фортах, очень неудобных, на кораблях деревянных. И поэтому моряки обычно их очень низко спускали. У них практически были как ботинки. Но позднее маленькие стали носить ботинки. Вот такой пират, весь украшенный стразами. Правда, с огромной абордажной саблей. За поясом у него пистолет. Ну, он весь такой красивый, потому что весь украшен красными стразами. Ну, этот такой молодой человек попроще. Тоже хорошо вооруженный. Но здесь художник демонстративно показал полную его оборванность. То есть, видимо, это еще пираты из тех, которые не сумели сильно нажиться на грабеже различных морских кораблей. И у него еще все впереди, оказывается, я так думаю. А здесь мы переходим уже к подписанным авторским брошям. Поскольку предыдущие произведения искусства были из так называемого потметалла, то есть недрагоценного металла, это уже стерлинговое серебро. Брошь «Эклипсы». Видите, насколько высокое искусство присоединилось к такому образу одноногого капитана Сильвера. Уж я не знаю, кого имел в виду автора, о котором мы сейчас немного поговорим. Но, однако, тут очень детализированно изображен его камзол, штаны, туфли с пряжками. Вот уже туфли, потому что сапоги на корабле, конечно, очень удобны. И даже его протез грубо сделаны, потому что носили тогда протезы. Но, во всяком случае, время абсолютно узнаваемо. И я думаю, что автор Фредерин Пирсов очень сильно увлекался пиратской тематикой. Это изнанка этой броши и под креплением. К сожалению, этой вещи никого в коллекции, у них чьей коллекции членов клуба нет. Очень дорогая вещь. Я не нашла фотографию с расстегнутой булавкой, поэтому, к сожалению, здесь не очень хорошо видно клеймо. Там подписана фирма «Марлин» и «Стерлинг». А вот мы нашли патент этого произведения. Это 30 апреля 1946 года. Номер дизайнерского патента на 144-577. И подпись вверху «Фредерик Пирсов». А внизу, видите, очень красиво, таким штурманским, я бы сказала, почерком, внизу полностью его подпись. Фредерик Т. Пирсов. Он работал на фирму «Марлин». И что характерно, занимался именно морской тематикой. Вот еще одна его брошь. Того же времени, видите, тоже 30 апреля, это корабль. Ну, не знаю, насколько он пиратский, но там на флаге различим череп и кости. Так что, видимо, все-таки пиратский. Ну, а тут, несомненно, пиратская вещь. Это абордажная сабля и треуголка с черепом и костями. Тоже все эти эскизы были сделаны в один день. И пистолет тоже того же времени, тоже подписан Фредериком Пирсовым. Ну, и голова пирата. Все это стерлинговые изделия. Там отмечено, что стерлинговое серебро и стразы. Все подписано одним днем 30 апреля. Оба рисунка очень такие натуралистические. Вот здесь фирма Марлин представляет эти броши, стерлинговое серебро. Брошь так и называется пират. Видите, тут даже серьговухи, борода и нечесанные волосы под косынкой. Все это очень натуралистично показано, изображено. Мы просто вещь очень объемная. Просто видим, насколько художник ее сделал просто скульптурной. Это, скорее, работа даже не ювелира, не художника, а скульптора. А это произведение более позднего времени. «Русалка» тоже постоянный сюжет в морских произведениях. Видите, насколько металл, фирма Цифра, насколько брошированный металл превосходно показывает движение под водой волос и плавников. Причем боковых и хвостовых плавников. Насколько здорово эта русалка вся в движении. Очень передано, хорошо в движении. Существует у этой фирмы шатлен. То есть изделия из двух брошей. Большая русалка и маленькая. Их, наверное, называют «мама с дочкой». Потому что в английском языке у нас только русалка, а в английском языке есть термин и детский, и мужской. То есть здесь у них обитатели морских глубин любого пола. То есть даже такую семью можно себе представить. Это тоже про штрих-фарик. Более современная, мне кажется, это уже где-то под конец существования фирмы, где-то в 70-е годы. Видите, здесь морские звезды, а внизу подвески. Там и парусник, и раковины, и морской штурвал. В общем, полностью морская тематика для любителей этой темы. Также фирма Трифарий. И вот мы говорили о морских животах. Помимо морских звезд, раковин, мидий и всевозможных жемчужниц, очень популярны были морские обитатели морских глубин. Ну, не только рыбы. Рыбы, конечно, обязательно. Но помимо того, такие экзотические существа, как лобстеры или омары, раки всевозможные, ракообразные и тому подобное. Это абордажная сабля фирмы Коро, другая фирма соперники Трифарий, которой тоже очень много занимались изображением морской тематики. Сабля эта представляет собой шатлен, то есть ножны и рукоятка разделяются, и можно носить их отдельно, как брошь на общей цепи. Вот рисунок этой сабли. Подписан патент Адольфом Катцем 27 января 1947 года, и дизайнерский патент 146-281. Вот еще один патент фирмы Коро, тоже подписан Адольфом Катцем, 13 апреля 1946 года, патент номер 149-270. Это шатлен, видите, здесь такой морской разбойник, опирающийся на абордажную саблю, и двойная цепь соединяет его с таким, ну не совсем пиратским, а немножко игрушечным, символическим таким корабликом. Тем не менее, вещь очень редкая, и я никогда не видела ее ни на одном аукционе, ни в одном интернет-магазине. Очень редкая вещь, видимо, с очень высоким эстимейтом. Это брошь, ну такая традиционная, очень много эмали, без стразов, с подвижными серьгами. Тут уже такой пират, что у него даже две серьги и мухи. Ну, естественно, он одноглазый. Пират обязательно либо одноноги, либо одноглазый, потому что в старых битвах очень многие теряли, так сказать, части своего организма. Это очень интересная подвеска, я ее выбрала, потому что здесь морская тема, но настолько... Это медальон с якорем, тоже популярный такой морской символ. Но здесь еще, кроме того, и штурвал, и бинокль, то есть такая штурманская памятка. Наверное, дарили своим женам моряки. Помимо попугая, морская экзотика привлекала всегда пальмы, обезьяны. Вот мы будем говорить о фильмах, посвященных тоже этому периоду. Очень-очень много моряков, которые на плече носили не попугая, обязательно попугая, но и с обезьянами тоже они привозили для всяких экзотических мест. Ну а без попугаев куда же? Это знаменитый дуэт колоросита, два экзотических ярких попугаев, фирмы Коро. Броши разделяются на две, то есть две броши крепятся на одной раме. А вот этот хорошенький, веселый дельфин, он называется, это фирма Буше, очень серьезная фирма, о Марселе Буше. Я рассказывала, когда говорила о иммигрантах французского происхождения, которые очень много сделали для ювелирного искусства. Он был перфекционист Буше и считал, что бижутерия не должна отличаться от дорогих украшений из золота и дорогих сплавов и настоящих камней. И по такой работе видно, что эта вещь вполне конкурентоспособна по своей работе, по изяществу, по авторскому замыслу с самыми дорогими предметами. Внизу этой картины, изображающей шторм и даже битву, потому что там взрываются снаряды, это броши Нетти Розенштейн «Голова Амара». Он очень крупный, где-то около 7 сантиметров. Очень достоверно изображены здесь его щупальца и клешни. Вот эта голова Амара, стерлинговая, одна из знаковых вещей этой фирмы. Ну, тут, конечно, эта рыба говорит сама за себя. В центре у нее огромный розовый камень. Она еще существует в нескольких вариантах. Я видела еще только голубой. Тоже очень детально, я бы сказала биологически верно, ювелир и художник изобразил плавники и глаза. Это, кроме украшения, собственно, стразами, вполне она может найти себе место в каком-нибудь морском музее. Вот еще одна рыба, тоже на фоне морских кораблей. Тело у нее из прозрачного люцида, джели-бели. Глаз очень большой, крупный. Наверное, у морских не бывает таких больших глаз. У главы голодных рыбах вообще нет. Однако плавники и все пропорции анатомические рыбы отображены очень верно. А вот на этой рыбке можно остановиться поподробнее, потому что это знаменитая рыба, тоже фирма Трифари. Очень старая вещь. И здесь используются многочисленные разнообразные техники. Прежде всего, это стразы, павель, кабошоны зеленые из люцита, эмаль нескольких цветов, но прежде всего зеленая и серая. Даже губы, род этой рыбы покрашены красной эмалью. А само тело, как ни странно, не люцит, что было бы в общем свойственно в фирме Трифари, когда изображали животных, птиц и рыб прежде всего, то центральную часть туловища этого морского или летающего существа делали из прозрачного люцита. Здесь эта деталь обтянута просто жемчужной плеткой. Причем, сделано обычно это очень тщательно. Человек, который не знает конструкцию подобного ювелирного изделия, может считать, что это просто цельно искусственный жемчуг. Это не так. Просто на обычный пластик, хотя вот тут такая плетка. А вот это дуэт птички. И тут как раз центральная часть из люцита прозрачного Джелли Белли. Причем, к сожалению, на фотографии это не очень хорошо видно. В этом люците находятся мелкие стразы белые. Ну, помимо этого стразами украшены плавники хвостовые и спинные, а также маленькие красные кабошоны для глаз. Ну, и еще голубой страз показывает открытый ротик этой рыбы, но они тоже разделяются на две отдельные броши. Ну, это очень известная дорогая вещь. Видите, тут каждая деталь, помимо немали, страза еще и облицована маркозитами. Маркозит это такой металлизированный камень, производит впечатление металла, но в действительности это стразы. И вот эти мелкие стразы нам показывают линию, где находятся жабры, а также всех плавников и вообще буквально всех анатомических частей этой рыбы. Рыбка очень крупная и очень тщательной отделки. Я видела ее также без эмали, но обычно самые дорогие экземпляры считаются покрытые эмалью. Вот крабик, тоже покрытый эмалью, центральная часть у него не джели-мэлика, как есть в описании. Это просто кабошон голубого цвета, но обратите внимание, что каждая деталь клешней, вообще буквально всех его членов талоних частей тела, она прекрасно сохраненной, черной эмалью дает представление об анатомических особенностях подобных морских обитателей морских глубин. Вот эта рыба тоже с огромными крупными стразами, причем центральный страз посажен инвертированно, то есть обратной стороной вверх. Это себе позволяют по-моему только создатели бижутерии. Я ни разу не видела, чтобы ювелиры, которые работают с настоящими драгоценными камнями и золотом, может быть, сейчас есть такие новаторы, но в основном такие эксперименты делают, конечно, только ювелиры, которые работают с менее дорогими материалами, потому что все-таки сложнее крепить. Видите, какие крупные крепления в четырех местах у этого камня. Отлично, кстати, видно, как они крепятся. и видна булавка броши, которая не видна только, если брошь надета на одежду. Вот еще один замечательный морской плюк, тучка которого полностью состоит из крупных стразов. У него такое удивленное выражение лица, это удалось художнику сделать такие выпуклые глаза, каковых у них, конечно, не бывает, но он такой немножко мультипликационный персонаж, у него даже есть дополнительные какие-то стразовые такие выступы, которых у настоящих морских кольков, конечно, не бывает. Это тоже произведение работы Марселя Бушет, который во время войны в 1940-е годы, когда практически все материалы для работы бижутерии над изделиями бижутерии были недоступны, уехал в Мексику, где продолжали добывать серебро, знаменитое мексиканское серебро, очень высоко ценимое и сейчас, и он там создал фирму, которую назвал в честь своей любимой Франции Паризина, и выпустил серию птиц и рыб из серебра. Стразов не было, эти изделия не украшены стразами по той причине, что их просто невозможно было привезти из Европы, а в Америке, как в Северной, так и Южной, их не выпускали в 1940-е годы, это началось намного позднее, хотя в Европе стразы Сваровские уже были популярны, но из-за войны военная транспортная система была полностью ориентирована на войну, а гражданской как таковой не существовало. Он создал эту серию Паризина, в которую входит вот эта рыбка, рыбка очень крупная, где-то 10-11 сантиметров, в руках не держала, ориентируясь только приблизительно на ее размер, вот кажется, что глаз должен быть со стразом, видите, страза так нет, причем, сколько я их не видела в различных вариантах, это стерлинговый вариант, есть из обычного металла, не стерлингового, желтого сплава, нигде не видела, чтобы был глаз страз, и у птиц тоже нет, видимо, он сделал эту серию Марсель Бушет без стразов, не используя стразов и украшения, ну а это великий Джозеф из Голливуда, который тоже не обошел морскую сему, он вообще не любил очень животных, у него есть изумительные декушки на листах кувшинок, очень красивые, а здесь мы видим краба с раковиной жемчужницы, в центре искусственная жемчужина, как всегда у Джозефа из Голливуда очень тщательная анатомическая работа, и вот изнанка тщательно обработанная этой броши, и внизу подпись его, она хорошо читаемая, Джозеф из Голливуда, он так скромно подписывался, поскольку участвовал в создании множества фильмов. Здесь опять мы возвращаемся к нити Розенштейн, это морская звезда, тоже популярная такая тема, стерженковая, фирма Розенштейн работала в основном со стерженковым серебром, и так называемый кабошонный лунный камень, мунстоль, то есть зеленые стразы на каждом звучит звезды, а центральная часть с кабошонными лунными камнями. Ну, здесь какая-то экзотическая дама, обитательница каких-то южных островов, тоже большая тема для кинематографа и романов о морских приключениях, морских разгонников, просто о благородных разгонниках, почему-то морские разгонники считали всегда благороднее, чем сухопутные, хотя это не всегда так. Однако, видимо, романтика моря накладывала какой-то отпечаток на профессию, моряки всегда считались очень романтической профессией. Тут уже фирма трефали райская птица почему-то всегда райские птицы символ дальних странствий. Здесь мне очень понравилось изображение этого корабля, как будто он плывет по пустыне, поскольку желтые волосы, но мы знаем, что дно пустыни это бывшие моря и океаны. А вот этот комплект принадлежит фирме Крана. Я его называю семья Медуз. Это довольно простая вещь. Вообще, фирма Кранер несколько раз прибегала к теме Медуз. У них есть комплект, в котором используются зеленые люциты, кабошоны в виде подмалахит. Очень сильно даже многие считают, что это малахит, но это не малахит, это, конечно, пластик. Просто камень, это легко проверить, камень, когда берешь руку, он не греется, а пластик нагревается. То есть произведение человеческих рук, но принимает тепло человеческого тела. А камень нет. Так вот, мне очень нравится эти медузки, они, кстати, тоже довольно крупные, где-то сантиметров 6-7 клипсы, и брошь, которую я называю «мама с дочками». Они, вот эти все подвески, которые изображают ножки медузы, они все подвижные, то есть все прикрепляются подвижно. Эта рыба очень древняя, без подписи, только клеймо «Стерлинг». К сожалению, фотографию делали до того, как я ее почистила. Мне предложили почистить, я ее почистила, и она теперь блестит и сверкает и будет выставлена на выставке в музее «Интаря». Но вот здесь ее сфотографировали, к сожалению, еще в таком первозданном состоянии, поскольку она где-то очень старая, до 30-е годы, я думаю, поскольку еще нет актерского клейма. Называют ее в каталогах «Марлин». Существует она еще в подписанном виде, когда туловище самой рыбы все покрыто мелкими стразами. Подписана она фирмой «Буши». Эстимейт у нее где-то же 100-700 долларов. Но это, естественно, неподписанная вещь, намного дешевле, и я думаю, что она сделана раньше. То есть это какой-то пробный такой экземпляр. А это начинается собственно серия «Подводный мир» фирмы «Трифари». Я прошу вас обратить внимание, дело в том, что фирма «Трифари» в 60-е годы уже, так сказать, предчувствуя скорый конец, потому что в начале 70-х ее уже продали, и последующие владельцы, конечно, не сохранили высочайший уровень ее произведений. Так вот, они выпустили эту серию в нескольких вариантах. Обратите внимание, это какое-то фантазийное подводное растение, и здесь помимо Павы брашированный металл на лепестках, а вот здесь из этой же серии. Помимо брашированного металла и стразового Павы, сама брошь покрыта перламутром, причем это не пленка, ну, так мне кажется, поскольку я не держала эти вещи в руках, обратите внимание, вот этот металл более дешевый вариант, а вот эти вещи перламутровые. Ну, фантазия художника, конечно, вдохновлялась настоящими подводными водорослями, но все равно чувствуется какой-то такой авторская переработка, что ли, существующего биологического материала. Еще одна рыбка тоже с люцидом Джелли Белли и с терпинговым серебром. А вот это более старая вещь, тоже Джелли Белли и Паве и Багеде фирмы Три Пай существует целая серия таких изделий. Это колье, центральная часть акварины, брошь, здесь, скорее всего, брошь, и клипсы. То есть, ну, полный сет, довольно редкий. Вы понимаете, что эти вещи все реже и реже появляются на аукционах и в интернет-магазинах, поскольку такие старые вещи, они оседают в частных коллекциях и уже не выходят на аукционах. так сказать, ко второй половине я перехожу в свои любимые темы. Это фильмы о морских приключениях и морских разбойниках. Вот, пожалуйста, 24-й год, синема, Патэ-синема, Капитан Блат. Ну, эту книгу знают все мальчишки, а также все родители мальчишек, потому что это сумасшедший роман о героических не пиратах, а действительно о благородных портах за справедливость. Не знаю, были ли такие пираты, но тем не менее в 24-м году вообще этот роман многократно экранизировался. Вот, 35-й год, пожалуйста, Капитан Блат, Орден Бразер, не суставит, играет здесь Стрелл Флинн, знаменитый герой-любовник в 30-х годах, и Оливия Де Хевелленд, которую мы многие помним по «Унесенным ветрам». Помните, она играла в фильме «Унесенные ветры». Там она играет второстепенную роль, а здесь она, так сказать, даже на рекламе фильма. Ну, тут полный пиратский набор, тут и сабли, шпаги, рапиры, у него тут кожаная берегисть, и все на сети. Это кадр из того же фильма и с теми же актерами, но он так связан с этой рекламой. Даже прическа у Алиби Де Хевелленд, ну и неистребимый красавец Эрланд Слинн, который играл еще и Робин Гуда, и многое тому подобное. Это украшение такое в стиле того времени, к которому относится, наверное, капитан Блад, это колье фирмы Марселя Бушет. Видите, насколько сложная здесь подвеска. Если не знать, что это стразы, можно подумать, что это все-таки дорогое бриллиантовое украшение. Вполне годится для кино, для какой-нибудь дамы, которую захватывают пираты, ну может быть в целью выкупа, а в конце концов главарь пиратов почему-то на ней женится. А здесь реклама режиссера, который вписал свое имя в историю кинематографа, Сесил Демиль, автор фильма «Рождение нации» 15-го года, а здесь просто гукавер, то есть пират. Видите, внизу перечислены участники этого, актера этого фильма, и вот первым группным Франческо Гааль, фильм 38-го года, поскольку Франческо Гааль, который у нас знали очень хорошо после фильма Петер и «Маленькая мама». Знаменитый фильм, где она пела. Это актриса, которая родилась еще в Австро-Венгерской империи и была необычайно популярна в 20-е, в начале 30-х годов в Германии. Она была актрисой номер один. Однако в 33-м году она была вынуждена, естественно, уехать из Германии всего своего еврейского происхождения. Фильмы с ней были все запрещены. И она работала некоторое время в Голливуде. Снималась она, конечно, в ролях иностранок, поскольку у нее был сильный акцент. Видите, здесь она играет маленькую голландку. Вот на фоне тоже тут американского флага в паре с Фредерико Марчином, насколько я знаю. Я не видела этот фильм. новая кинокомпания Paramount. Это кадр из фильма. Посмотрите, на заднем плане какой-то типичный морской разбойник с пистолетами и даже с медалью я не знаю за что. И сама она прелестная всегда Франческа Галь. Такая в общем европейско-голландская девушка с очень строгими украшениями. У нее тут крупное поясное украшение, поскольку Голландия и вообще Северная Европа это в основном протестантские страны, сильно украшениями они никогда не злоупотребляли, что в общем запрещалось этими общинами. Но тем не менее на поясе у нее какое-то функциональное украшение, я думаю. Подобные украшения носили хозяйки дома, чтобы там крепить ключи или какие-то вещи типа для записей каких-то карандашей. то есть чисто утилитарная функция такая же собственно которая была первоначально свойственна Шатлен. Это же переводится как замковладелица у нас это слово Кастелянша то есть женщина заведующая всем бельем, посудой и прочим. Так вот эти функции выполняла жена владельца замка Шато Шатлен. Поскольку она была в отсутствие мужа, который уезжал бороться в Палестину за гроб Господень она была как комендант гарнизона потому что при любом нападении при любой угрозе крестьяне вместе со скотом они все прятались за стенами замка и она руководила огромным количеством людей а если не руководила то замок быстро погибал поэтому жены выбирали очень тщательно вот она прелестная совершенно Франческа Галь одна из самых я считаю обаятельных актрис мирового кинематографа того времени обратите внимание какое на ней колье очень строгое чисто протестантском стиле то есть для кино обязательно нужны какие-то украшения и оно в пандал так сказать совпадает с тем украшением которое у нее на поясе поясное украшение это брошь фирмы трефари брошь в таком морском стиле ее называют морской стиль хотя относится к серии императрицы Евгения но я обязательно включила в свой рассказ эту брошь я очень люблю эту серию именно в синем исполнении она еще существует в зеленом но синий конечно такой очень морской стиль обратите внимание что подвеска конечно в стиле рака то есть это абсолютно морской стиль ну вот еще один фильм сорокового года тут и капитан блат вверху у нас с Эрл Флинном а рядом морской ястреб тоже с Эрл Флинном тут везде Эрл Флин и Морин О'Хара это нижняя фотография еще там принимал участие молодой Энтони Квин знаменитый актер которого мы все знаем против всех флагов ну понятно что морские разбойники воевали за справедливость почему-то со всеми регулярными флотами всех стран опять это Эрл Флинн вот здесь дама безусловно светская это немаленькая голландская девушка в исполнении Прочески Гааль здесь актриса с огромным букетом роз и обратите внимание какое на ней дорогое украшение на шее я не знаю не смогли бы увеличить эту фотографию насколько это украшение соответствует времени которое видите по костюму особенно по мужскому костюму ну это елизаветинская эпоха мы знаем этот знаменитый туалет Елизаветы Первой который в общем снаряжал пиратские команды сначала для официальной борьбы с Испанией которая очень сильно конкурировала с Великобританией а потом уже поняв что это дело выгодное просто британский флот занялся капельством то есть морским разбоем они грабили иногда и не только испанские суда которые были противниками но под видом испанских иногда и суда союзников таких интересных историй было очень много вот ну это история сэра Францесса Дрейка который является одним из самых знаменитых официальных морских разбойников в принципе многие вот эти не совсем морские разбойники а буканеры и вообще-таки полупираты они к тому же совершили очень много географических открытий поскольку тогда было принято неизведанные земли описывать они все вели дневники вообще морские бортовые журналы это огромный пласт документации для гидрографии и географии так вот конечно очень пышно он тут одет даже очень странно что на корабле можно находиться в подобных одеяниях однако кино это условность ну тут мы опять смотрим на эмалевую рыбу с мелким паве и жемчужиной во рту очень любят ювелиры когда некуда воткнуть жемчужину обязательно ее засунут рыбивру это уже нас относит немножко к библейской тематике потому что там рыба возвращает перстень ну и вот такие вот рыбы это лексфон черный лебедь 42 года опять роскошная дама на морском корабле такая сильно обнаженная зато с очень хорошо упакованным пиратом и с оружием и со всем прочим это раковина фирмы трефари видите внутри там немножко видны ракусь не очень удачные фотографии внутри там искусственные жемчужины рожа очень крупная где-то около 8 сантиметров тоже известная вещь вот а вот этот фильм мне повезло посмотреть принцесса и пират это музыкальная комедия фирмы ментера Голден Майер в которой играет комик Боб Холм и Вирджиния Майо которая изображает попавшую в плен девушку которая действительно оказывается принцессой а вот человек который изображает пират это оказывается просто актером бродячей труппы и ему навязывают роль ее спасителя а он все время очень такой забавный молодой человек и пираты в нем как-то вроде не очень признают своего однако он одет как настоящий пират но он куда более труслив чем спасаемая им девушка ну это такой очень веселый фильм немножко наивный видите на афише тут перестарались конечно голливудские продюсеры она вот обаяться кровищем пиратского сундука вот своими хорошенькими по теперешним временам с луны ножками сейчас такие худые актрисы что вообще не знаю где их берут а Вирджиния Майо вполне себе женственная женщина девушка очень красивая и вот своими изящными танцевальными ножками она прекрасно поет и танцует в музыкальном фильме наутопая в каких-то там невероятных сокровищах кованого и чрезмерно расписанного сундука ну это такая традиционная вещь Марлин фюрклип то есть механовый клип на двух длинных булавках которые крепятся очень редкая вещь эмалевая с паве и кабошонами пятикласс очень редкая и известная вещь фирмы Трифай а теперь мы переходим к фильму который лично я очень люблю хотя вот именно эту версию мне не удалось посмотреть это цикл романов о капитане Горацио Хорнблауэр автор конечно использовал историю немного адмирала Нельсона он не зря дал своему герою именно то же самое что и у Нельсона Горацио Хоррешо вот здесь играет та же Вирджиния Майо в более драматической роли и безупречный джентльмен Грекури Пек в форме того времени снимали это в 51 году но Хорнблауэр экранизировали несколько раз фильм великолепный это вот тоже реклама этого же фильма Грекури Пек и Вирджиния Майо Капитан Горацио Хорнблауэр дело в том что роман делится на несколько частей он сначала Митчхман Митчжитман потом он лейтенант потом капитан и потом адмирал а вот эта современная экранизация которую я смотрела она называется просто Хорнблауэр и снято всего 8 серий поскольку в BBC это уже 2000-е годы просто не выдержали материально это очень дорогой фильм поскольку помимо костюмов там все-таки не все павильонные съемки поскольку это все на море битвы на море и сами корабли но фильм снят конечно потрясающе с точки зрения воспроизведения быта того времени то есть основных английских войн начала 19-го века и конечно главный герой Джон Гриффит хотя валиец и там фамилию пишут Йоанн Граффуд прочитать совершенно невозможно в валийском языке он из Уэльца и видимо потребовал чтобы его фамилию писали именно так но по-английски это Джон Гриффит он конечно превосходно сыграл эту роль очень всем рекомендую этот фильм у нас очередная рыбка тут уже правда у нее жемчужинки не во рту а изображают воздушные пузырьки но тоже интересная бабай и всегда очень крупные глаза ну я не видела таких больших глаз но тем не менее и еще один сюжет вот помимо Капитана Блади и Сей Капитана Блада и помимо Горацио Хан Блаура еще есть два сюжета которые многократно экранизировались это Бунт на Баунти Лимитеж на Баунти называют этот фильм вот здесь мы нашли три плаката по экранизациям это 35-го года с Чарльзом Лавтоном и Кларком Геймлом потом 62-го года с другой стороны другой крайности там играл Марлон Брандо главную роль это одна из лучших ему ролей я считаю и центральная это 84-й год где играл Мэл Гибсон главную роль я считаю что это неудачная роль на мой взгляд и это не Хопкинс главного злодея изображал мне кажется что лучшая экранизация с Марлоном Брандо может это мое личное предпочтение это знаменитый сюжет когда моряки английского судна отказались возвращаться на корабль после высадки на одном из экзотических островов и в конце концов они подняли Бунт и остались там остались с местными дамами местными винами и местными фруктами и скажешь в какую Англию они возвращаться не будут а корабль это был не пиратский корабль был военный поэтому это знаменитейшая история на эту тему ну уже потихоньку и что с ними случилось они остались в живых их там все нормально не повесили нет дело в том что там вариантов этой истории очень много я не знаю какой правдивый потому что англичане несколько раз там книга написана по этому поводу насколько я знаю что большинство там осталось они там остались навсегда на этих островах о полинезийских я не помню точно давно еще смотрела этот фильм а книгу так не читала никогда она вот по-моему не переведена она такая считается не патриотическая поскольку они против военной корабля остались ну после довольно суровой жизни на корабле кстати она блистательно показана в последней экранизации Хорнблаура насколько тяжелая жизнь была на этих деревянных коробках да плюс конечно воины же постоянные просто так содержать корабли военные никто бы не стал это слишком дорогое удовольствие ну короче говоря они спустились и их отпустили на берег и они сказали что возвращаться они не будут наверное с какой-то степени можно их понять отсутствие пресной воды нормальной еды женщин то есть их это все очень сильно униталки более плавания длились по многу месяцев в общем они нашли себе отдушину там это из коллекции три пари стерлинговое серебро очень старая дорогая вещь с очень крупным центральным камнем здесь он голубой я еще видела розовый и желтый вариант вот вот она трагедия для Баути почему-то у нас попалась итальянская реклама но мы доставали где могли потому что это все не очень просто вот в центре тут у нас Клара Гейблс очередной тут местные красавицы вполне европейского вида могли бы подобрать что-то и более настоянное зато у нее орхидея в волосах это 35-й год вот 62-й год Мармон Прадон но тут уже девица вполне соответствующая его вкусом мы же знаем что в конце концов Мармон Прадон купил остров где-то в Тихом океане да жил там и говорят имел целый гарем ну вообще конечно актер и мужчина он совершенно фантастический но видимо мог себе позволить я не знаю насколько все это правда ну во всяком случае он давал пищу очень большую для таблоидных журналов так пропустила я вот тут еще перечислен Тревор Ховард и Ричард Харрис играли в этом фильме но здесь по-пламандски написано вот а здесь кадр из фильма очень аутентичный конечно девушки абсолютно местные я не знаю может быть после съемок этого фильма ему такая мысль закралась что он хочет быть королем такого острова и всего местного населения не знаю может быть голливудская корона начала ему внушать вот такие мысли я не знаю вот что подходит к этим островам это конечно морская черепаха видите у нее не лапки а плавники это очень неуклюжие животное на суше зато изумительно изящное в воде при том что они очень крупные популяция их стремится к исчезновению поэтому их изячески защищают но мы можем ими любоваться в таком стразовом изобилии в центре тут розовый кабошон розовые голубые стразы голубой на голове и на хвосте и как правило такие изделия имеют подвижные ножки ласты точнее ну и наконец самая знаменитое произведение про которое автор Роберт Льюис Тиренс сказал я писал книгу о мальчишке и для мальчишек оказалось что это бессмертное произведение о морских разбойниках приключениях и вообще о морской романтике на все времена это остров сокровщик вот мы здесь видим Трэнж Ра Айланд величайшее приключение в мире здесь постановка Олта Диснея поскольку они делали фильм для детей видите в центре мальчик обычно автор не говорит сколько лет Джиму Холкинсу его поэтому изображают в разных фильмах по-разному у нас тоже несколько экранизаций экранизации все великолепные превосходные но в одной экранизации мальчику скажем он уже лет 16 он такой взрослый молодой человек это советская экранизация а вторая тоже по-моему еще это позднее советское или уже начало российских экранизаций там Федя Стуков играет совсем маленького мальчика даже не верится что он может как-то рационально воспринимать те события которые вокруг него происходят поэтому он там и не главный герой фактически там главный герой все-таки троица джентльменов которые организуют эту экспедицию это конечно доктор Ливси Сквайр Трелани и капитан Смар а еще девушка была героиня в романе нет женщин а в фильме 30-х годов фильм очень странно смотрится сейчас поскольку нет сняли он был невероятно популярен там потрясающая музыка Никиты Богословского причем я слушала одну передачу с Никитой Богословским он говорил что когда милиция ловит на улице пьяного он обязательно поет пиратскую песню из этого фильма это просто какой-то кошмар мне сказали что я самый популярный композитор у этих пьяниц да знаменитая пиратская песня но фильм очень далеко уходит от оригинала поскольку надо было идеологически соответствовать поэтому ввели там героиню а доктора Ливси сделали ирландским повстанцем то есть Ирландия постоянно боролась с английским владычеством это фильм где-то начало 30-х годов и естественно что от сюжета они ушли очень далеко вот а это блистательный один из лучших наверное в мире Орсен Уэллс в роли долголязого Джона Сильвера здесь написано тоже остров сокровищ но я могу сказать что автор как режиссер как актер Орсен Уэллс это уникальный совершенно человек плохо он нигде не снимется это понятно он снимал гражданина Кейна и многое другое но здесь в роли Джона Сильвера понимаете ведь в романе сначала главным героем должен был быть Джон Сильвер первоначальный вариант повести назывался Кок корабельный повар а потом он разросся и Стивенсон очень сильно он очень серьезно относился вообще к своему творчеству он многократно его переписывал кстати умер он тоже на вот этих волшебных островах у него были слабые и легкие он был из семьи потомственных мореплавателей строителей маяков но не смог пойти в море вот из-за легких там перенес видимо то ли туберкулез или какие-то еще были тогда все считалось туберкулезом чахоткой и когда он за свои книги в конце концов получил какие-то деньги он уехал на вот эти острова экзотические и там до сих пор находится его дом музей и посвятил он этим островам я считаю одну из лучших своих повестей сатанинская бутылка она менее известна конечно чем остров сокровищ или черная стрела однако поклонникам экзотики я очень советую это прочитать ну а это уже Чарлотон Хэстон знаменитый который играл и пророка Моисея и естественно Бен Гур это величайшая экранизация всех времен и народов говорят что Дитаник набрал столько же Оскаров 11 Оскаров и таком 10 было у Террата Хэстона но я все-таки считаю что у Бен Гуру потрясающая совершенно экранизация вот но здесь вот он снимался вместе с Кристианом Беллом Оливером Ридом и Кристофером Ли это уже современные актеры конечно это уже экранизации ближе к нам и мы можем смотреть эти фильмы на DVD вот очень трудно достать какие-то старые фильмы 30-х годов но обычная стильная черепаха с центральной частью что тут интересно как Джелли Белли это то что резьба резная у нее спинка я назад погнала вот ну и пираты не могла и обойтись Роман Полянский снял фильм пираты он сам сказал в интервью что это мое детство я хотел посвятить вот этому периоду увлечения книгами о пиратах фильм и он снял очень такой забавный фильм со всеми штампами пиратскими но поскольку он конечно гениальный режиссер фильм смотрится великолепно в главной роли Уолтер Мортал он сыграл такого забавного очень пирата но тем не менее фильм происходит такое двойственное впечатление это и грусть по ушедшему детству и насмешка немножко над штампами пиратских фильмов вот такие там красивые девушки в богатейших украшениях обратите внимание что серьги ну и обязательно конечно искусственные что здесь присутствуют в морских фильмах без него никуда многочисленные украшения я даже не знаю насколько пышные девушки тогда одевались но вот в современных фильмах уже не жалеют на это денег вот это опять серия трефарий раковины и паве с искусственным жемчугом то есть какие-то морские водоросли с ракушками еще одна экранизация ну это знаменитая оперетта пираты из пензанса но она чисто комедийная поскольку там пираты очень смешные туда даже бежит от своих нянюшек молодой человек из приличной семьи и туда в пираты же поступает его и бабушка нянюшка то есть ну там полное конечно все это смешно великолепная музыка очень яркая постановка блестящие костюмы многократно ставилась очень популярно в англоязычном мире ну возвращаемся к этой же серии которую мы сейчас вот видели видите они совершенно однотипные как все фильмы о пиратах украшение подобного рода морской конек который тоже матируется с фаве и искусственным жемчугом ну и самые знаменитые фильмы последнего времени это пираты Карибского моря тоже собравшие абсолютно все штампы но несколько преувеличенные считаю первая часть они еще держались как-то в рамках а позднее может быть на волне зрительского интереса народ соскучился о таких вот героических манских разбойниках ну и вот они уже чрезмерно конечно нагромождают какие-то трюки и спецэффекты до невероятности ну надо отдать должное конечно Джеку Рабью Джеку Спэроу главному персонажу вот которого играет господи кто-то подскажет я уже а ну Джонни Депп конечно мой любимый господи я совсем замучилась вот он создал образ который был совершенно второстепенным в этой картине но перевернул на себя зрительское внимание и пришлось делать следующие фильмы под него он совершенно забил Орландом Блюма не говоря уже о Керри Найтле ну этот символ такой типичный то есть на нем и морская косынка от палящего сноя под шляпу пираты надевали вот эти косынки вообще многие моряки это наносят а в руках у него уже не сундук а кубок полный сокровищ кольца на руках причем кольца даже не нарезают на эти пальцы видимо они уже там сдирают их с кого попало и многочисленные украшения тут у него и треды в волосах и все что можно в современном кино ну вот в общем в целом я рассказала о своей любимой теме о моряках морских приключениях и морских украшениях надеюсь что вы разделяете эту мою любовь вот еще краб из той же серии что мы видели рыбку тоже трифари стерлинговый металл к сожалению не нашли мы с голубым камнем вот есть желтым к счастью не с розовым потому что розовых я слабо себе понимаю ну и окончательное прощание с морской темой это парусник уходящий по морным волнам самое романтическое что может быть наверное для человека все спасибо вам спасибо